Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск Истра РФ и с вами я, Алена Кудырка. Наверное, нет ни одного человека, который не слышал бы знаменитой фразы Гиппократа «Мы есть то, что мы едим». Он придерживался мнения, что все болезни человека – результат неправильного питания. Скажите, а вы когда-нибудь задумывались о жажде? Речь пойдет о простой воде. Врачи и различные интернет-источники говорят о необходимости употребления определенного количества жидкости. В среднем 2 литра в день для нормального функционирования организма, продуктивности мозговой деятельности, жиросжигания, здоровья кожи и волос. Мы решили выяснить, что же мы пьем, действительно ли потребляемая вода полезна, а не наоборот, вредит нашему здоровью. Для этого мы решили взять пробы в нескольких популярных истринских источниках и сдать материал экспертом. Считается, что родниковая вода полезна за счет естественной очистки и фильтрации, благодаря чему избавляется от вредных веществ. Первое место, куда мы отправляемся за пробой – популярный городской родник в деревне Сычевки. Прежде чем приступить, изучаем инструкцию. Для сбора воды используем специальную тару. Ее нам выдали в аналитическом центре МГУ, куда мы будем сдавать материалы на экспертизу. Там же в лаборатории нам помогли подобрать релевантную систему оценки. Так что лайфхак – консультация с экспертами позволит вам не потратить средства на лишние анализы. Профессионалы сами определяют набор необходимых показателей для исследования воды конкретно под ваши цели. Мы будем делать два анализа. Микробиологический укажет на общее микробное число и наличие бактерий, а также расширенный, включающий 48 показателей, в том числе содержание в воде тяжелых металлов, нефтепродуктов, сероводорода, которые являются загрязнителями и оказывают негативное влияние на организм человека, что нам и важно. Набранную тару запечатываем в сейф-пакет, чтобы обезопасить материал от воздействия внешних факторов до того, как он попадет в руки специалистам. Итак, первый материал собран. Уже интересно узнать результаты. На самом деле, в 2015 году ИСТРРФ были на этом источнике и тоже брали пробы. Тогда результаты были положительные. Интересно, какие они сейчас, спустя несколько лет. Рядом с родником несколько лет назад была установлена табличка еще администрации городского поселения ИСТРФ, остерегающая о том, что употребление данной воды может быть небезопасно для здоровья. Но популярность родника выше всех предупреждений. Местные жители рассказали, что сдавали воду на проверку, и результаты были положительными. Посмотрим. Ну а мы отправляемся дальше. У стену Иерусалимского монастыря находится еще один родник. Называется он Силаамская купель. Считается то, что источник святой. Прямо к нему мы и отправляемся. Это место пользуется актуальностью не только у местных, но и у паломников. Оправдано ли? Узнаем. В используемой нами таре, а это шесть бутылочек, две содержат консерванты. Внутри емкости с изображением химической формулы находится цитрат цинка. Он позволяет не улетучиваться элементам, чтобы проверить воду на содержание сероводорода и хлора. Его нельзя нигде купить. Берется исключительно в лаборатории. На самом деле самое неприятное – это набирать колбочку под названием катионная, потому что она содержит в себе консерванты – это азотная кислота. И она выделяет неприятные пары, раздражает дыхательные пути, а также попадание ее на кожу может вызывать большие ожоги. Запечатываем пакет и продолжаем сплавляться по популярным истинским источникам. Следующий наш пункт для взятия проб – это колонка около драматического театра. Она пользуется большой популярностью, скорее всего, из-за того, что находится прямо в центре города. Если честно, я не знаю, для каких целей здесь люди собирают воду, но я надеюсь, что не для приема внутрь, потому что лично меня пугает близкая расположенность к дороге. На самом деле можно сдавать образец воды и в обычной бутылке, если нет возможности приехать в лабораторию за специальной тарой. Профессионалы умеют работать с таким материалом, хоть и считается, что отсутствие консервации может повлиять на качество пробы. Многолетний опыт аналитического центра МГУ показывает, что основная доля необходимых показателей не изменяется даже при длительном хранении. Что касается азотной кислоты, ее можно добавить прямо в лаборатории. Просто если сделать это сразу, то образец быстрее пустят на проверку. Все мы так или иначе используем воду из-под крана, поэтому мы решили проверить ее. В случае отбора воды из проточного источника следует предварительно слить воду в течение 5-10 минут, для того, чтобы избежать попадания в образец застоявшейся воды. Мы закончили собирать пробы для химического анализа, сейчас переходим к микробиологическому. Для него необходимо протереть кран и место выхода воды спиртовой салфеткой. После обработки крана необходимо пролить воду на протяжении 2-3 минут. Для микробиологического анализа используется стерильная и одноразовая тара, иначе велик шанс получить неправильные результаты. Такую баночку можно купить в аптеке. Главное при сборе материала не прикасаться к внутренней поверхности контейнера. Заключительным нашим источником станет родник Красновидово. Проезжая неоднократно мимо, я всегда наблюдала здесь большое скопление машин. Видимо, он пользуется популярностью, но, если честно, я нахожусь здесь первый раз, и природой, окружающей средой я поражена. Но загрязнение источника, видимо, пугает только меня. Даже в рабочее время мы встретили тут большое количество желающих набрать воду. Все пробы собраны. Возвращаем тару там, где ее взяли, в аналитический центр Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Уникальная лаборатория, одна из самых опытных и старейших, действует с 1997 года. Поэтому достаточно известная по всей России, осуществляет различные экспедиции и имеет широкий спектр возможностей для анализа не только воды, но и почвы и воздуха. И работают, кстати, в центре далеко не студенты вуза, а научные сотрудники, кандидаты и доктора наук. Мы вернулись сюда через неделю, чтобы узнать готовые результаты. Скажу честно, я их уже видела. И раскрою интригу заранее. Из пяти проб пригодна к употреблению только одна. С микробиологической точки зрения вся вода находится в норме, может употребляться, соответственно, без кипячения. Ну и, в принципе, в общем-то, безопасно, да, с ней все хорошо. Но вот с химической точки зрения есть один, как раз природная, красновидовая. Она, по-моему, полностью соответствует, да? Да, она полностью соответствует. Что касается природных источников, особенно таких, как родники, колодцы и поверхностные воды, включая реки, например, стоит помнить, что они очень подвержены влиянию атмосферных осадков и вот как раз поверхностному загрязнению территорий. То есть, установлена такая очень хорошая взаимосвязь, вынесение, например, азотных удобрений на полях и загрязнение соседних родников, колодцев, нитратным, там, аммонийным азотом. То есть, здесь корреляции очень сильные. И если, например, сегодня вода в роднике в норме, это не значит, что с ней все будет в порядке, например, там, в летнюю межень или в весеннюю межень, или, вернее, в весенний паводок. То есть, вот при прошествии какого-то времени химический состав этой воды может очень сильно измениться. И, в принципе, этому подвержены колодцы. Поэтому контроль этих источников, если они предназначаются для питья и активно используются, он, конечно, рекомендуется его чаще проводить. Город Истрас, Ичевки, природный – это родник? Да. Ну, вот классическая ситуация, когда в роднике все оказывается более-менее в норме. В принципе, не очень высокое содержание жесткости должно быть. Да, 2,79 – это характерно для природных вод. Вот достаточно большое содержание кремния, 7,54, что обусловлено контактом с почвенными минералами, вообще с слагающими породами, содержащими кремний. Больше бывает обычно только в скважинах, когда добавляется еще давление к этому всему. И наличие большого содержания нитратов практически в 2 раза больше нормы. Это вот как раз та ситуация, когда где-то недалеко есть, ну или далеко, но просто выше по рельефу, откуда собирается вода в этот родник, вернее, в тот резервуар, которым родник питается, используется удобрение. Даже, может быть, в небольших количествах нитратные, они очень активно мигрируют. Такие же показатели оказались и у святого источника у стен Ново-Иерусалимского монастыря. По повышенному содержанию нитратов, негативному влиянию высокого содержания нитратов больше подвержены две группы населения – это маленькие дети и пожилые люди. Нитраты оказывают значительное влияние на метаболизм и на работу почек. В принципе, у здорового человека среднего возраста, скорее всего, никаких негативных последствий не будет. Это намного лучше, чем нитриты. В нитритах намного меньше ПДК. Но в целом стоит помнить, что лишние соединения азота в минеральной форме на организм человека могут оказывать еще негативное влияние, поскольку, возможно, их превращение в самом организме в более опасные формы азота, в том числе нитрозамины, они канцерогенные, а канцерогенные соединения приводят к образованию раковых опухолей. Если говорить про воду из-под крана, то здесь обнаружено два превышения – это содержание лития где-то в два раза и жесткость. Литий – очень интересный элемент. В принципе, он находится совсем рядом с водородом, он очень маленький, и у него нет никакой причины в организме задерживаться. То есть, он действительно полностью выводится системами организма, которые занимаются фильтрацией, там, почки и прочее, с мочой полностью. И, в принципе, он используется как лекарственный препарат в больших концентрациях, у него седативный эффект, причем он используется даже при беременности, во время беременности, потому что считается, что он не оказывает влияния на плод. Я не встретил нигде свидетельств негативного влияния на организм. И поскольку мы сравниваем с нормативами, которые были разработаны, в том числе частично в советское время еще, то нельзя найти причину, по которой у лития, например, установлена именно эта пороговая концентрация. Мне на данный момент ничего не известно касательно нормирования лития в других странах, но, тем не менее, с юридической точки зрения, мы не можем сказать, что вода пригодна для питья, если превышен норматив по литию. Поэтому, как бы, автоматически мы вынуждены говорить, что она непригодна. В принципе, во всех странах, в том числе в России, постепенно переходим к концепции оценки риска для жизни и здоровья человека. И, в принципе, там взгляды, скорее всего, изменятся, в том числе на литий, и некоторые аспекты будут пересмотрены. Повышенная жесткость и содержание лития оказались и в воде из колонки у драматического театра. Итого, по результатам анализов, ИСТРРФ категорически не рекомендует употреблять воду из родников деревни Сычевки и у стен Новоросолимского монастыря. Жесткость воды из централизованного водопровода можно убрать с помощью кипячения. Повышенное содержание лития не соответствует нормам, разработанным еще в советские годы. Тем не менее, нет ни одного подтверждения о его вредном влиянии на организм. Из пяти источников единственным пригодным оказался тот, что расположен в Красновидово. Мы рассказали вам о пяти истринских источниках. Конечно же, пить воду или не пить решать исключительно вам. Но, пожалуйста, не забывайте сдавать ее периодически на анализы, ведь качество ресурса может со временем снижаться. С вами были Алена Кудырько и Михаил Моралов. Вы смотрели специальный выпуск новостей на портале Истры РФ.